Ульяновская область 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 Тут одни и те же вопросы у всех. На сегодняшний момент на территории Удмуртской республики проживает около 14 тысяч многодетных семей, чуть больше. Из них поставлено на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющих право на земельный участок, не имеющих земельного участка ранее, около 2000. Предоставлено земельных участков уже 600. Но вы понимаете, что нужны коммуникации, и, например, я себе без кредитных ресурсов не смогу позволить построиться. Что говорить тогда о многодетных семьях, которые многие из них малоимущие. Поэтому в Удмуртии мы еще по инициативе президента нашей Удмуртской республики Волкова Александра Александровича приняли еще три альтернативных способа поддержки многодетных семей. Это жилищный займ 5% на 20 лет, это компенсация кредитной ставки, если многодетная семья взяла кредит в банке, компенсация опять же за счет бюджета Удмуртской республики до 5% на 20 лет. То есть 5% 20-летний кредит, я не знаю, это почти что даром, даже инфляция съедает его. Больше, вернее, она бывает. И уж для самой незащищенной категории многодетных семей, это которые даже 5% кредит не смогут платить, безвозмездная субсидия на улучшение жилищных условий. То есть, допустим, у многодетной семьи двухкомнатная квартира, квадратов мало, хотят купить трехкомнатную, и порядка полумиллиона 600 тысяч предоставляется из бюджета безвозмездно. Вот такие меры поддержки. Я думаю, альтернативные методы, они намного эффективнее и важнее. Они действительно помогут улучшить жилищные условия. А земельный участок, учитывая, что по законодательству мы должны предоставить его в собственность, очень многие, я уверен, сейчас мы в конце года подведем итоги, просто будут реализовывать и все. Разово использовать деньги, а куда? Не уверен, что на улучшение жилищных условий. Редактор субтитров А.Семкин